Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что вы действительно не задали вопрос. То есть вы описали определенную ситуацию, которая возникла у вас с мужем. Вы описали определенную ситуацию. Но, как бы, что вы хотите от, допустим, психологов, да? На мой взгляд, конечно, не очень понятно, что вы желаете от психологов, какой помощи, собственно говоря, хотите получить. Вот, потому что, если вы, допустим, хотите узнать, понять, что вам делать, да, ну, дальше. Вот, если вы хотите понять, что вам делать дальше, то это одно. Но, если вы хотите разобраться в себе, ну, допустим, да, вот, в себе, в своих чувствах, в своих эмоциях, в своих переживаниях по поводу того, что произошло, то это немножечко, немножечко другое. Если гармонизировать отношения с мужем, это третье. То есть, в зависимости от цели, от вопроса вашего, уже можно будет двигаться куда-то. Ну, вот, ну, в каком-то направлении, скажем так. А сейчас, на данный момент, вы, к сожалению, никакого вопроса не задаете. Дальше. Смотрите. Вы говорите о том, что у вас, значит, с мужем возник скандал. Ну, вы пишите о том, о том, что скандал своему, я, я, я здесь должен сказать, что скандал невозможен без участия двух сторон, то есть, вас, в том числе, и если скандал, скандал произошел, то нужно в первую очередь, раз вы обратились к нам, да, в первую очередь нужно понять, какой вы внесли вклад в этот самый скандал. Вот именно вы, именно вы, именно вы, в какой внесли вклад в этот самый, в этот самый скандал. Почему вы приняли участие в скандале с мужем своим? Дальше. Дальше. Я думаю, что подобный всплеск, любой всплеск, не может быть на, условно говоря, ровном месте. То есть, если такая ситуация произошла, если мужчина так отреагировал, значит, его, скорее всего, что-то беспокоит, значит, его, скорее всего, что-то волнует, значит, он, скорее всего, чем-то не удовлетворен. И да, конечно, я понимаю, что вам было плохо, я понимаю, что вам было тяжело, но, поскольку вы живете с мужем, то и у него нужно поинтересоваться, всем вызвана такая его реакция. Какие эмоции он испытал? Потому что эмоциональный взрыв, который у него произошел, еще раз повторю, эмоциональный взрыв, который у него случился, не может быть без причины. Причина есть, просто вы, вы ее, эту причину, возможно, не знаете, возможно, вы не отдаете себе отчет в том, что это, что это за причина, что она из себя представляет, эта причина. И, соответственно, вам желательно разобраться в том, о чем идет здесь речь. Потому что это важно. Идем дальше. Вы пишите о том, что вы слышали много обидных слов, унижений и оскорблений. Смотрите, здесь очень важно разобраться именно с вашими эмоциями, именно с вашими чувствами. То есть я хочу сказать, что почему вам были обидны эти слова. Ведь, наверное, вы что-то ощущали, наверное, вы что-то чувствовали, наверное, вы чего-то ожидали от своего мужа. Попробуйте понять, чего вы ждали от своего мужа. Чего хотели от своего мужа, на что рассчитывали. И когда и если, когда и если у вас будет это понимание, когда у вас будет понимание, чего вы ждали от своего мужа, может быть, вы сможете ответить себе уже после этого на вопрос о том, насколько оправданы были ваши ожидания. Мог ли вам дать ваш муж то, чем вы так остро нуждались? Был ли у него для этого ресурс, скажем так? Если был, тогда нужно спросить у него, почему он им не воспользовался. Почему он не захотел дать вам то, в чем вы нуждали? Если же ресурса такого у него не было, то здесь стоит спросить у вас, какие основания были полагать, что мужчина будет вести себя по-другому. А может быть, может быть, все-таки что-то случилось у вас. Далее, вы пишете про оскорбление, унижение. Я полагаю, что очень важно здесь постараться определить, почему для вас были оскорбительны те или иные аспекты. То есть, почему вам было неприятно слышать то или иное от, грубо говоря, человека, от, грубо говоря, своего мужа? Чем вас задело, чем вас задели его слова? И почему они вас задели? Это очень важный момент. Это очень важный аспект. Потому что свидетельствует он, этот аспект, о том, что вы не совсем, не совсем уверены в себе. Свидетельствует он, этот аспект, о том, что вы, ну может быть, имеете некое неустойчивое, скажем так, представление о себе. Есть у вас не совсем уверенное видение, видение того, какая вы, того, что вы из себя представляете, например. 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 И вот это, возможно, и есть та самая причина, по которой вас так задевает то, что говорит вам ваш муж. То, что он вам, по крайней мере, говорил. Что-то он вам говорил. Понимаете? Какая штука. На мой взгляд, это очень важно иметь в виду и учитывать. То есть взять личную ответственность за то, что произошло. Причина в том, что вот уже почти месяц с моим здоровьем возникли проблемы. Камни в почках, выходил камень, сильные боли, кровила, затем сразу почти месячные, и тут же я заболела вирусом гриппа. Муж претензии, что давно не было секса, и угрожает, что найдет любовницу. Ну, опять же, здесь важный момент заключается в том, сколько вы вместе с мужем вообще. То есть насколько и как вы знаете, насколько хорошо вы знаете друг друга. Потому что понятно, да, что если, допустим, вы знаете друг друга недолго, если вы знаете друг друга немножко, то это одно. Ну, в таком случае, мужчина вас просто использует, ну, использовала ради секса, да, и ваша болезнь, как бы, ваша болезнь, ему не особо волновала ваша болезнь и так далее. Вот. Ну, ваше, ваше вот, ваше заболевание его не особо вообще волновало и вот. Ну, а если же вы знаете друг друга давно уже, уже, если вы знаете друг друга давно уже, то в таком случае тут совсем другая история, и это означает только то, что человек, ну, по сути, что-то переживает. То есть что-то его беспокоит, что-то, что-то у него не так, что-то с ним случилось. Вот. Понимаете? Какая штука. то есть тут вот момент именно такой, на мой взгляд, что-то аспект именно такой, на мой взгляд, и мне думается, что исследовать нужно именно в этом ключе. Ну, именно, именно вот в этом, в этом аспекте нужно исследовать. То, что происходит между, между вами. То есть характер, характер отношений. Дальше, ваше, возникли сомнения, стоит ли дальше продолжать с ним жить даже при наличии двоих детей. Ну, ваши сомнения, сомнения, они безусловны, безусловно, ваши сомнения основательны, безусловно. Потому что подобная реакция не может с ним настораживать. Но, понимаете, если это единичная вспышка, то за ней может стоять что-то, что-то серьезное. За ней может стоять какие-то другие проблемы, более, ну, более, скажем так, глобальные, что ли. Вот. И потому мне кажется, что торопиться с выводами не стоит. Как минимум, будет, наверное, с точки зрения психологии адекватно, если вы позволите мужу объяснить, почему он поступил подобным образом, что смотивировало его поступать подобным образом и так далее. Вот. Такая вот история. Опять же, ваша роль играет в то, как вы себя ведете, вели, точнее, как вы себя вели в период, когда у него были, точнее, когда у вас были проблемы. Вот. Насколько вы вели себя откровенно, насколько вы говорили о том, что вам, ну, нужно, что вам хочется, что вас беспокоит и так далее. Вот. Это очень важный момент, потому что без этого ваш муж просто мог как-то неправильно понять то, что происходит, то, что произошло, то, что вы с ним не были. Вот. Нужно делать анализ ваших отношений. Вот. Не торопитесь с выводами, развестись, успеете всегда, лучше постараться изучить ситуацию и подумать, чем конкретно вас задело то, что он говорил. Может быть, вы в некоторой степени сами сомневаетесь в том, что ваши, ну, вот, ваши проблемы с здоровьем были сколько-нибудь значимыми. Вот. Я не говорю, что это так, я просто говорю о том, что тот факт, что вас это задело, тот факт, что вы почувствуете себя унижены, тот факт, что вас оскорбили, это всё же говорит именно о том, что вы сами сомневаетесь. Потому что уверенный человек, который уверен в том, что у него было что-то серьёзного, ну, реагировать так не будет, не будет. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.